О, хей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал, Мау, глядясь, это Каунсел, мы продолжаем играть. То, что поможет нам их одолеть? Отлично. Итак, как её открыть? Нам понадобится несколько ключей. Я нашла записку архитектора, который придумал механизм в секретном кабинете Мортимера. Прежде всего, нам нужно собрать пять артефактов. То есть пять ключей? Именно. Нам нужен крест Климента Третьего, гвозди, Библия Гутенберга, толкование Юды, армиллярная сфера и то, что поможет соотносить даты их разных календарей. О, где это искать? О кресте давай спросим. Почему крест? Не имеем ли ещё понятия, но он понадобится, чтобы привести механизм действия. Ну, ясно. Я украл один у Мортимера. Раньше он принадлежал кардиналу Киберту, более известному как папа Климент Третий. Превосходно. Где он? К счастью, я его потеряла. Молодец. Видимо, выпал из кармана, когда я рекинулась прочь от двери, отгрубившей мне руку. Ого, постарайтесь вспомнить. Мадушка, пожалуйста, постарайтесь вспомнить. Хорошо. Вы убегали. Я истекала кровью. Вам было больно? Я едва не потеряла сознание. Да, помню, помню. Он должен быть неподалёку. Вы потеряли его наверху? Нет, вряд ли. Скорее всего, он где-то здесь. Снаружи, но у меня его уже не было. Отлично. Я сперва обыщу склеп. Дальше что? Гвозди. Чем гвозди? Даже не спрашивай. На ней я этот механизм придумала. Когда я пришла, гвозди уже были вставлены, так что искать их не пришлось. О, круто. Ну, вообще, я видел их в секретном кабинете Морсима, что за ночным кошмаром. В золотой чаше, да? А я тоже их видел. Замечательно. Тогда ты без труда их отыщешь. Тебе понадобится три штуки. Хорошо. Помнишь, какой код у замка? 1-1-9-1 И 6-4-6-6 4-6-6-6-11-91 О, запомнить бы. Толкование Иуды. Где его искать? Ммм... Ты разобрался с медузой? Вы про камин? Да, я открыл проход. Значит, тебе оно уже попадалось. Это Евангелие Иуды из потайной комнаты за камином. Я вообще не помню, где это. Почему вызовете его толкованием? Потому что это толкование, вовсе не апокрифическое. Евангелие. Это разбор текста со сводкой. А не книга как таковая. Как бы то ни было, хвалю тебя. Ты справился с Гаргоной и разобрался с преломлением света. Ну, конечно, иж красавчик. А если кто не заметит? У нас нет выбора, Луи. Без книги мы не разберемся с этим проклятым механизмом. Спросить нужно ли что-то еще. Подожди, я спросил другое! Блин. Можем как-то это пропустить? Кирс единственный выход. Ну, е-мое, как это пропустить? Ааа! Ладно, подождем. Я вообще не помню, где это находится. Не помню. Ну, хоть убей. Секретная комната Мортимера. Тоже не помню. И камин еще какой-то. Гаргоны. 1-1-9-1-6-4-6-6. Нужно ли что-то еще? Спросить о Библии Гутенберга. Уже эта самая книга, в которой вы... Верно. Думаете, она все еще в башенной комнате? Не знаю, есть лишь один способ этого выяснить. Я надеюсь, это все где-то сохраняется. У меня вы правы, схожу проверю. Об армиллярной сфере. Сфера стоит в портретной галереи. Она слишком большая. Если не хочешь бегать туда и обратно, советую найти сферу поменьше. А где бы вы ее нашли? Я не знала, что она нужна. Попробовала разгадать загадку без нее и лишилась руки. Ху-ху! Не следуй моему примеру. Спросите о датах. Как мы будем соотносить даты? Не переживай, даты у нас уже есть. Они на обратной стороне записки, которую я тебе дала. Она у меня есть? Вообще не помню. Ладно, закончить разговор. Еще кое-что. Будь очень осторожен, с кем бы ты ни говорил. Это может оказаться шпион Мортимера или Холма. Не доверяйся беседникам, потому что демон может вселиться в них когда угодно. Вы помните, да, что у нас Мортимер и Холм оказывались демоны? Ну, не во всех же, точно не в Вашингтоне. Как раз в Вашингтоне, а Мортимер управляет им уже много лет. Да ты посмотри на них. Как еще можно объяснить их поведение? К самой влиятельной западной политике приезжают посовещаться на отдаленный остров. Ни с какой-либо охраной, без единого помощника. И принимаются умирать один за другим. Как перю. А, я, Адам Спирио, Хиллсбороу. Только подумай, сколько людей пострадало за последние дни. И при этом никто даже не думает уехать. Разве это нормально? Нет. Я же упорит и вернешься в особняк за ключами, и никто даже слова не скажет о том, что я была в комнате Эмили. Думаете? Иди, сам убедись. Повторяйся со всеми ключами сразу. Время не ждет. Ну, значит, будем сейчас бегать, искать. И не забудь, что код для выхода из секрета кабинета 6466. Ладно, уговорила. Так, мамань, берем, значит, вот эти книги оставшиеся. И все. Вроде как можем взять что-то еще, но у нас просто нет уже никаких манускриптов дополнительных. Так, где-то здесь, говорит, были какие-то вещи. Стоп, вот, смотри, Мидок. Так, Мидок мне понадобится. Вот она, эта клоака. Что это еще такое? Диск с выгравленными надписями. Люк, который должен открыться. Фу. Изучить внешний диск. Указаны ритские и арабские цифры, и также название мест. Да, все правильно, я слушаю. Какие соображения? Я не хочу вообще тратить здесь никакие. Да, блин, я потрачу последнее. Давай, скажем, никаких. Если честно, никаких. Загадка непростая. Попробуй сперва поискать ключи. Давай, вернемся к этому попозже. Пофигу на этот люк, зачем он нам? Сейчас главное это ключи найти. Для этого сначала нужно найти... Так, монетку я нашел. Коллекционную, кстати. Так, что у нас здесь? Странный. Ага, еще монетки. Бери. Че нет места у меня для якорцов. Это у нас че, выход? Крест. Крест. Ключ с оккультным символом воздуха я нашел. Отлично. Книга. Маманя тут хлеб хоронила. Так, стоп. Кормилицкую воду взяли. Ништяк. Возвращаемся обратно. Это, видимо, где-то в большой комнате должно быть. Крест. А, вот крест я нашел. Один ключ найден. Что, вставляем крест? Чтоб с собой не таскать. Отойди. Тебе лучше уйти. Если кто-то увидит нас, он окажет в очень непростом положении. Так кто-то тебя увидит здесь, ты окажешься в непростом положении. Значит, на меня надо идти толкование, армиллярную сферу, гвозди и библию. Я понятия не имею, где это находится. Милорус, совершенно замок на укрепленной двери. Чтобы его открыть, вам понадобится несколько предметов. Крест Климента. Уже нашла. Несколько гвоздей. А, несколько гвоздей. Точно, вон они как раз. Даты все эти. Мортимер куда-то унес в кабинет. Эмма оставила ее в башенной комнате. Тайная комната в портретной галерее. Толкование Иуды. Армиллярная сфера. Пометка Сары. Не знаю, где найти. Средства для пересчета даты уже вроде как есть. Ладно, круто. По крайней мере, эта штука у нас есть. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Я надеюсь, мне никто мешать не будет на этом. И так сложном пути. Нам не придется тут всякие допросы проходить. Просто попробуем быстренько свалить отсюда. Такс. Выйдем здесь? Здесь мы не выйдем. Потому что почему-то не работают. Так. По-моему, куда-то вот сюда нужно идти. Верно, верно. Заходы. У меня всего осталось два очка действий. И один медок всего лишь есть. По-моему, пара кармелитских вод. И это все. Так, смотри. Что, посмотреть в подзорную трубу? Секретная комната. А вот, смотри-ка. Да, это армиллярная сфера. Но мне лучше найти какую-нибудь другую. Я приду слишком много внимания, если буду возиться с этой. Конечно. Конечно. Я даже не помню, где я взял эту маленькую. Так, посмотрим, правильно ли стоят статуи. А я уже не помню, в каком порядке они были. Ломаю. Ей кажется, я не могу взять. Блин, я вообще не помню, как там. Вот он светит сюда. Эта штука преломляется. Или как? Или ее нужно, наверное, повернуть, мне кажется. Это статуя, с веткой неправильно развернуто. Повернуть. Герою со щитом. Вот, вот. Ну хорошо, хоть так оно быстренько все открылось. Сезам, откройся. Нам не пришлось заново все ходить и открывать. Какая-то должна быть чаша. Чаша с гвоздями. Че это там увидел? А вот и толкование иуды. Ох ты. Здесь Мортимер не часто его читает. Иначе сразу заметит пропажу. В любом случае, книгу я заберу. Положи что-нибудь взамен. Так, это было... Тайная комната порталя... Так, здесь толкование надо было. Гвозди надо в другом месте. Гвозди берутся у нас. Я закончил, не будем терять время. Ну что-то я прям... Лихо как-то... Может быть там армиллярная сфера могла быть. Давайте все-таки сходим, посмотрим еще. Я могу туда еще зайти? О, я туда уже не зайду. Печально. Ну ладно, видимо так и надо. Значит армиллярной сферы никакой там нет. Так, дальше мы идем с вами... Тайная комната... Это мы сделали. Я его оставил в башенной комнате. Башенная комната где-то наверху, по-моему. Мортимер куда-то унес в кабинет Мортимера. Крест у нас есть. Так, 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 так. Давай думать. Нам нужно куда-то подняться наверх. Эта книга нам не нужна. Башенная комната. Это значит наверх нужно идти. Пойдем туда сейчас. На ближайшую лестницу и наверх. Ну-ка, что у нас здесь? Взломать. Осколки, интария. Вот, прекрасно. Еще мне добавили. Вот что толку? У меня столько слотов, но восстанавливать я так и не научился. Грамотно. Все равно прям сильно не хватает. Бабочки повсюду летают на такой-то высоте. Интересно, интересно. А с чем они питаются здесь? Остатками пищи. Так, это у нас первый этаж. Я ни с кем не собираюсь вступать ни в какие разговоры. Пошли сразу наверх. Есть. Так, еще одна дверь. Не дверь, а еще одна лестница нам нужна. Так, там чел какой-то стоит, что-то охраняет. Ну пусть охраняет. Ко мне меньше внимания будет. Уделять. Здесь тоже вроде все спокойно. Никто ни на что не реагирует. Секретный кабинет Мортимера был за Медузой Гаргоной. Медуза Гаргона была... Или нет? Нет, за чем-то тайным там. Помню, что-то зайти за тайные. Давно это было. Где лестница там выше на этаж? Мне кажется, если бы я тогда отдохнул нормально, было бы вообще нормально. Все бы восстановилось. А сейчас ничего не восстанавливается. Слушай, я что-то не помню. Где проход? А, вот здесь, по-моему. Да, здесь всего лишь одна эта лестница. Так что мы, наверное, не сможем ошибиться. Ага. Тихо, тихо, тихо. Не падай, не падай. Не надо. Не падай. А вот как раз и вход в кабинет Мортимера. Его нужно набрать где-то здесь. Вот он, механизм. 1-1-9-1. Сам откроется. 6-4-6-6 был. В этот раз я быстро справлюсь. Главное, чтобы тебя никто не спалил. Код 1-1-9-1. Ну хорошо, мне игра помогает. Нам не приходится заново все вспоминать. Он как бы сам вроде держит это в голове. 1-1-9-1. Дернуть. Сизам, откройся. Падет. Сейчас там холл... Этот самый... Мортимер такой. Ха-ха-ха. Попался, голубчик. Если демон овладел их сознанием, или демоны, неужели они не могут как-то существовать вне тел своих? И узнавать, что, допустим, у того же Луи происходит. Неужели они не могут заглянуть ему в башку? Гвозди, гвозди в какой-то чаше. Золотая чаша, золотая. Должна быть там. Наполняет аромат. А вот они, гвоздики. А вот и гвозди, которые мне нужны. Ты взял их? А взять гвозди. Что в них осматривать? Все, это мы взяли. Здесь вполне, возможно, лежит эта сфера, которая нам нужна. Допустим, он в этом ящике. Похоже на обсидиан или оникс, наверняка. Или это просто, нет, это просто монолит. Что в это могло быть? Да уже не важно. Маска. Давайте внимательно смотреть, потому что действительно может быть что-то полезное. Может быть, микроскоп. Это у нас шкатулка с огнем. Но у меня, по-моему, нет. Взломать можно. О-о-о! И все? Коллекционные монеты. Ну, спасибо. Еще монеты. Тоже неплохо. Армиллярной сферы я здесь не вижу. Мне кажется, ее и нет. Хотя, другого подходящего места, наверное, сложно было бы найти. Где бы она могла храниться. Пойдет золотой эликсирчик. Тайная комната в портретной галерее-то мы взяли. Эмма, вот, смотри, башенная комната нам нужна теперь. Гвозди мы взяли, крест мы взяли. Ну все, хватит. Хватит зачитываться. Не надо ничего думать. Уходи отсюда. Да, заперто, конечно. Все, мы здесь закончили. Я думаю, возвращаться нам сюда не придется. Выходим. Так, выйти. Ладно, пора выбираться отсюда. Кот 6, 4, 6, 6. Ну, хотел бы, да, сам набрал. Зачем нам это все дают? Да, правда, мы с вами вышли. Бедная птичка, которую я убил. Ну, что-то у нас было, смотри-ка. Предмет Левиафан. Это произведение мы взяли. Картина, 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 картина. Башенная комната. Нам сейчас нужно в башенную комнату. За Библией. Икорцы надо было как-то, мне кажется, поувереннее использовать. Потому что я бы тогда лучше бы побеждал в противостояниях. Выходи, давай сюда. Где эта башенная комната с Эммой? Побежали дальше? Посмотрим. Может, еще какую-нибудь лестницу наверх найдем. Вообще, хоть убей, не помню, где это находится. О, смотри, что я нашел. Это у нас кабинет фон Вюльнера. И у него здесь есть армиллярная сфера. Отлично, сэкономлю время. Давай, прячу ее к себе в карман. Зачем она ему может понадобиться? Я вообще даже не знаю, для чего она существует. Все, осталось нам лишь только Библию найти. Вот она здесь, пустая башенная комната. Заходим. О, алло. Вашингтончик здесь. О, нет, сейчас будет спрашивать о матушке. Посмотрите, что я нашел. Среди пеплов камень, обрыв каких-то бумаг. Кто-то пытался их сжечь. Чего так в темноте-то сидишь? О, похоже, он собирается спрашивать, что произошло между матушкой и сестрами Хиллсбору. Давайте выпьем. Отрицательные эффекты вон какие-то у нас. Вот, тут отчетливо видны два разных почерка. Последнее послание от матушки и Эммы. Кто-то пытался их сжечь наверняка. Это не все. Черт. Что у него на уме? Обмануть. А вот я не знаю у него что. Давайте посмотрим. Его склонности. Это у нас журнал. Где он? Вашингтон. Устойчивость. Политика. Неизвестно. А давай выпьем. Якорцов. Такс. У него иммунитет. К обману. К манипулированию. Давай скажем правду. Это не все. Простите. Были и другие записки. В этой комнате моя мать обменивалась посланием с Эммой. Я нашел их переписку и решил жечь, чтобы не заставлять никаких улик. Почему вы ничего не сказали мне? Вот, говорю сейчас, мистер Вашингтон. Тогда это мне показалось не таким уж важным событием в сравнении с остальными. Да, я да. Да, да, да. Вы правы. И мы обязаны помогать друг другу. Я поговорю с лордом Мортимером, иначе за собранием мы чего-то там не сможем с ним поговорить. Нет. Нет уж спасибо. Пристальное внимание Мортимера мне сейчас точно ни к чему. Давайте его уговорим. Спасибо. Благодарю вас, мистер Вашингтон. Если не возражаете, я сам с ним поговорю. Как пожелаете. Главное, не опускайте руки. До скорой встречи. Вали уже отсюда. Наконец-то можно стянуть Библию. Стянуть откуда? Вот это она. Рай Данте. Я был в этой комнате. Возьми чело и так отстань. Где Библия это? В соседней комнате? Что-то темно здесь. Вот книга. Точно, Библия. Библия все еще здесь. Хватай и беги. Все, я схватил. Валим. Валим, валим, валим. Валим отсюда. Убегаем. Пока нас никто не заподозрил ни в чем. Так, максимально быстро спускаемся вниз. Ближайшая лестница у нас находится. Нужно же выйти. А пофигу. Вот ближайший выход. Спускаемся вниз. Выходим в сад. Давайте посмотрим. Это внешний двор. Вход в особняк. Это столовая. Библиотека. А где выход в зал? Ну все. Маманю я нашел. Вещи я нашел. Осталось теперь пойти и разгадать загадку. Думаю, это будет непросто. Потому что там столько всяких разных цифр, дат. Но я думаю, маманя мне поможет как-то. Зря что ли она здесь нашлась. Сейчас мы эту клаку кровавую откроем. Маманя, я все достал. Ну что? Тебе удалось собрать ключи? Да, я все нашел. Чего начать? Сперва помеси крест Климента Третьего на подставку. Затем расставь гвозди на дверном диске. Пора приступать. Как расставить гвозди? Как именно расставить гвозди? Тут я тебе не смогу помочь, потому что мои догадки, как видишь, оказались неверны. А это вот она руку потеряла, это точно. Все, что я могу сказать. Один гвоздь означает место, второй главу, третий стих на диске указаны римские цифры. Капец, как поступили вы. С чего вы начали? На фреске изображено рождение Иисуса, поэтому я с помощью гвоздей выбрала Вифлеем, вторую главу и шестой стих. Люк приоткрылся. Я подумала, что так и надо. За люком оказался проем, и протянул туда руку, и нащупала внизу какой-то рычаг. Ух ты, мне показалось, что если его повернуть, то или распахнется дверь, или откроется люк, или произойдет что-то еще. Но вместо этого мне отрубило руку. Все теперь ясно. Я думала, что не выживу. Что вы сделали? С дверью мне не повезло, но у Мортимера, к счастью, оказалось много разных лекарств. Я кое-что одолжен. А почему он такая побитая, как будто она дралась с кем-то? Ладно, пора приступать. Моя очередь. Так, дерзай, не буду отвлекать тебя разговорами. Я заткнусь, говорит. Ну, поехали. Так, для начала вставляем крест. Крест поместили. Теперь нам нужно расставить гвозди. Что у нас со сферой с этими? Выберите событие и вставьте гвозди в дверь. Не помешало бы поразмыслить над лунными фазами? Да, это, наверное, как-то связано. А вон, смотри, какая-то надпись. NRI. Видишь? Написано. Художник. Книга содержит примечания Иуды к разному Евангелии. Далеко... Крещение, распятие. Перейти к следующим событиям. Да блин, не то. Это явно не то. Да блин. Нам нужно рождение Иисуса. Хотя она, что-то, видишь, говорит неправильно. Событие. Воскресенье, рождение, вот смотри. Глава 2, стих 6. Но она сделала это, но у нее не получилось. 22 Тевета, 376 года. Я не знаю, как это все разгадать. Давайте посмотрим на сам диск. Надо его изучить сначала. Понять, к чему он вообще относится. Рождение. Она попыталась сделать, что с рождением у нее не получилось. Значит, скорее всего, это не рождение никакое. Изучить фреску. На фреске изображено рождение Иисуса. Луи, это фреска, не имеет никакого отношения к этой загадке. Вот, видишь. Она нужна, чтобы сбить с толку, и в этом я убедилась. Пожалуйста, выбери другое событие. Может быть, рождение Иисуса как бы не совсем рождение, а то, когда он как бы озарение какое-то получил. Внимание на детали обратить. Ну, пока что я это не могу. Смотри, у меня все плохо. Так, изучить дверь целиком. Тут три вида надписей. Подумать о местах, прощесть надпись. Ну, давай попробуем. Перед нами название мест, а также арабские и римские цифры. Ну, это ясно. Подумать о местах. Ну, места, понятно, что тут места. Назарет, Вифлеем. Так, отойти. Пойдем посмотрим, что у нас здесь в Библии сказано. Событие. Значит, это может быть крещение. Это может быть крещение вполне. Глава один, стих девятый. Иисус был крещен Иоанном в реке Иордан, 9 Хешвана, 393852 года. Найти похожую фразу в Библии Гутенберга. Глава один, стих девятый. Не было в те дни, пришел Иисус Назарета Галилейского, и крестился он от Иордана, от Иоанна в Иордане. Когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся с небеса, и дух, как голубец, сходящий у него. Наверное, это связано как-то. Так, а что там такое религия, что-то такое было. Что за религия? Вон, религия какой-то был. Что за религия? Галилия, это что у нас там по местам Иордан? Вон есть Иордан. Голгоф, а может Голгоф это? Глава один, стих девятый. Иордан, 9 Хешвана. Ну, это понятно. Ладно. Места. Вифлеем и Ордан, перейти к другим, Вефезда, Абу Гош. Да, не то. Я другую хотел выбрать. Так, вернуться к оглавлению. Места. Наим, Иерусалим, Ланувий, Назарет. Так, давай посмотрим. Гвозди, да, мы можем вставить сюда. Значит, одно должно быть на место. Другое должно быть на цифру римскую. Другое на арабскую цифру. Иерусалим и Ордан. Может, с распятием связано? Ну и распятие посмотрим. Что-то противоположное рождению, да? Типа распятие, как смерть. Событие, вот распятие. Глава, получается, девятнадцатая, стих семнадцатый. Недалеко от Иерусалима, в Риме, разовременно голод тернул венец. Ну-ка, Библия Гутенберга. Глава девятнадцатая, стих семнадцатый. И неся свой крест, но вышел на место, называемая лобная по-еврейски Голгофа. Там распяли его с ним, думая, других по ту сторону и другую, посреди Иисуса. Мне кажется, вот это и связано как раз. Распятие. Рождение, наоборот, это распятие. Давайте попробуем. Значит, у нас это было... Гвозди, гвозди, блин. И мы уже гвоздями руки пробивали. Ну, по-любому это связано. Так, смотри, Голгофа, вот. Голгофа, стих был семнадцатый. Глава, по-моему, девятнадцатая. Ладно, открылась. Ну, у матери тоже открылась. Или нет? Или у нее это не открывалось? Крест погрузился. Наверное, это правильно. Зато здесь, соответственно, с событиями, опустите рычаг. Окей. Получилось? Молодец, Луи. Я не видел других дисков. Развивай мысль. Посмотрим, что из этого выйдет. А, ну не видел. То есть я на правильном пути. Круто. Так, положить руку, изучить дверь целиком, изучить внутренние диски. Диски определенно между собой связаны. Изучить диск с символами. Диски разные символы, но некоторые из них никак не связаны с другими дисками. Помощь, мать. Мать, есть идеи? Как я сказал, я так далеко не заходила. Дискинг связаны с определенным событием в жизни Христа. Ну вот, смотри. Голубь. Свечка. Да, 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 да. Это точно связано. Это точно должно быть связано. Так, подумать я не могу. Изучить диск с символами, изучить диск с датами. На диске изображены символы в виде одной или двух цифр и буквы. Самая большая цифра 31, а буквы соответствуют названиям месяцев. J это январь, F это февраль. Ну ясно. Должно быть эти символы означают какую-то дату. С распятием, наверное, связано. Лунные фазы. На этом диске изображены лунные фазы. Ну ясно. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Эта штука поможет мне с лунными фазами? Изучить сферу. Время новолуния, луна полностью в тени. Тень двигается с запада на восток, то есть слева направо, и создает разные фазы. Молодая луна про первое четверть, растущая луна полная луния, убывающая луна последней четверть, старая луна и, наконец, снова новолуния. Ладно. Сосредоточиться на луне. Тень на луне движется с запада на восток. Ладно, проверить луны циклы. Шабана. Так, вернемся. Давайте посмотрим еще раз на распятие, что написано про него. События распятия. Даты смотрим, что у нас здесь. Распят... Восемь Ниссана, тридцать семь девять три. Тридцать семь девять три. Это вот как раз двадцать шестое марта тридцать третьего. Правильно? Восемь Ниссана. Тридцать семь девяносто три. Это семь Шабана, минус шестьсот семь. Откуда я такие слова знаю? Они здесь написаны. Проверить. Вот. Минус... Семь Шабана, минус шестьсот семь. Это растущая луна. Растущая луна. А, нет, шесть. Семь. Первая четверть. Первая четверть. Это двадцать шестое марта тридцать третьего. Двадцать шестое марта тридцать третьего. Так. Ставить, положить руку. Вот. Рассмотреть, изучить. Подожди, а как... А как ими... Как их вращать-то? И мне руку надо положить. Стоп. А что это тут... Здесь еще, смотри, там были какие-то рычажки. А, вот я теперь... Вот, я крутить. Ого, я сейчас руку положил. Так, смотри, смотри, короче говоря. Что это было? Двадцать шестое марта тридцать третьего. Двадцать шестое марта. Где у нас? Вот, двадцать шестое марта. Так. Двадцать шестое марта. Значит, давай вращать диск с датами. Лунные фазы у нас должны быть. Лунные фазы, лунные фазы. Они должны быть... Если мы вот, смотри, на Голгофу, вот мы на это ориентируемся. Правильно? То лунная фаза должна быть вот такая. Вот такая. Дальше. Двадцать шестое марта это мы сделали. Правильно? Двадцать шестое марта же. Двадцать шестое марта. Теперь нам нужно сюда символ подставить. У нас символ есть свеча. Непонятная фигня. Голубь. И вот терновый венец ему надели на голову. Это диск с символами. Диск с символами должен быть вот так. Двадцать шестое марта. Еще раз проверяем. Такая фаза. Ну и все. Отойти. Ладно, пойдем попробуем. Руку вставим. Я надеюсь, что... Если что, можно будет переиграть как-то. Не без руки же он будет потом бегать. Господи Иисусе, помоги. Я нащупал рычаг на дне. Удачи. Потянуть за рычаг. Да потянуть за рычаг. Так, пофигу. Я не сомневался. Я в тебе не сомневался, сынок. Ха-ха-ха-ха. Есть. Пашка соображает. А что там такое за ним? Какой-то обрыв. Там пещера какая-то была. Да покажите мне, почему? Рукою Тюра написано. Я не мог... Я мог судить итоги собраний с манерем году. Я специально не пошел с ним разговаривать, потому что я боялся не успеть. Блин, да не показали, что там дальше будет. Засранцы. Ладно, давайте качаться. Убеждение качаем. Манипулирование качаем. Что у нас? Хитрость. А что у нас еще? Подожди, логика. Вот. У нас другие вообще не развиты. Оккультизм, вот, допустим. Давайте подраз... Разобьем вот так вот. Раз. Хотя бы, чтобы на первом уровне они были. Сколько? Все, ноль очков осталось. Ну, пойдет. Подтвердить, удерживайте. Все, The Council. Закончилось. У нас осталось еще два эпизода. Это мы прошли третий. Смотри, как интересно, да? Лица собираются. Здесь тоже, наверное, какое-то мужское лицо будет. А здесь в конце финал. Круто, круто, круто. Задачки, конечно, прям... Ну, нелегкие, я бы сказал. Особенно они пугают. Как только ты их встречаешь, у тебя сразу ступор. Ты думаешь, боже мой, как это можно решить? Ну, оказывается, можно. Спасибо большое, что были вместе со мной на протяжении этого прохождения. Ставьте лайк, если вам понравилось. Дизлайк, если не понравилось. Пишите в комментариях, почему. Просто так дизлайки не принимаются. Обязательно объясните свою позицию. С вами был Маугли. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видосе. А пока что всегда оставайтесь на высоте. И пока давай. Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться. Чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты шероха, запомни мой мотив. Без шуток ниже пояса. Без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты... Попишись.